Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня в этом зале собрались депутаты-коммунисты и наши сторонники. Представлены здесь и те, кто работает в исполнительных органах власти. Одним словом, здесь находятся люди, которым доверены партии быть на передовой борьбе за возрождение России, за ее лучшее будущее. Вы приехали из разных уголков страны, но всех нас объединяет в сплоченную команду общая цель – вырвать Россию из лап рыночных экстремистов. Своей твердой позицией и конкретными делами мы противостоим той антинародной политике, что обрушилась на всех нас вместе с утратой нашей великой родины Советского Союза. Единственной силой, способной остановить разграбление и разрушение страны, является сам народ. Но чтобы сказать «многомиллионное нет» в убительным реформам, народ должен осознать причины своих проблем и видеть цель, к которой нужно стремиться. Как писал Ленин в народной массе, мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Нужно говорить прямо, задача сплочения масс лежит на КПРФ, на нас с вами, народ должен слышать наш голос среди популистской предвыборной трескотни, раздающейся из всех углов. Только тогда он пойдет за нами, если мы доведем до людей нашу программу развития страны и получим их поддержку. У России появится шанс на возрождение, на созидательный рывок вперед. Так уже было в нашей истории. Почти сто лет назад распавшуюся империю, крайне ослабленную Россию, спасли большевики во главе с Лениным. Поведя за собой народные массы, они зашли их сердца великой мечтой о справедливости и достойной жизни. Под руководством Сталина они подняли страну от Сахи до космических высот, сумели разгромить фашистские орды и создать подлинное государство для народа. Перед нами сегодня стоит не менее ответственная задача. На той карте мира, которую рисуют идеологи глобального капитализма, самостоятельной России не существует. КПРФ неоднократно говорила об истинной подоплеке Трансатлантического и Тихианского соглашений, что активно навязывают и Европе, и Азии, чтобы полностью подмять экономическую и затем политическую модель на планете под себя. Эти соглашения фактически передают реальную власть крупнейшим корпорациям американским, обесценивая роль национальных правительств. Там, за океаном, даже не пытаются скрывать свои истинные цели. В начале мая в газете «Вашингтон-Пост» опубликована программная статья Барака Обамы. Вот цитата из нее, слушайтесь. Америка должна определять правила. Америка должна принимать решения. Другие страны должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой и ее партнерами, а не наоборот. Такие заявления прамист свидетельствует о циничной и агрессивной политике, направленной на передел мира. России дают ясный сигнал. Или входите в клуб сателлитов, собравшийся под крылом американского стервятника. Либо готовьтесь к любым неприятностям и еще большему давлению извне. От такого нажима до прямой агрессии всего один шаг. Выход есть, и он очевиден. Возрождение сильной России со справедливой и гуманной социально-экономической системой. Однако нынешний курс правительства загоняет страну все дальше в дебри криминального капитализма. Чем дальше, тем тяжелее будет выбираться оттуда. Прошлый год российская экономика закончила уходом в пике. Более чем на 3% сократилось промышленное производство. Одновременно уменьшились реальные зарплаты и пенсии. Резко упал потребительский спрос, который является одним из локомотивов экономического роста. Люди стали жить хуже, стали жить гораздо беднее. Только по официальным данным количество бедных достигло 20 миллионов человек. Это максимум за последние 10 лет. Ежемесячный доход этих людей ниже официально установленного прожиточного минимума. У большинства из них нет никакой надежды на улучшение своего положения. Каждый из вас ежедневно слышит стоны проклятия в адрес власти, которая довела их до такого состояния. Тех, кто потерял работу или получил урезанную зарплату. Кто с ужасом смотрит на очередную платежку за услуги ДКХ. Или на ценник в магазине и аптеке. Но и 20 миллионов бедных. Это явно заниженные цифры. Даже провластный в ЦОМ признал, что половине российской семьи доход на одного человека не превышает 10 тысяч рублей. А эти деньги бесценились вдвое. Еще 26% граждан довольствуются суммой менее 15 тысяч. Это значит, что подавляющее большинство россиян живут в состоянии бедности или балансируют на ее грани. Кроме того, 11 миллионов граждан имеют просроченную задолженность по кредитам. Из них 7,5 не имеют возможности эти долги гасить. А за их плечами уже бегают бандиты-коллекторы. Это ли не показатель той кабалы и безнадеги, в которой оказались миллионы наших соотечественников? Налицо крах сырьевой модели развития. 15 лет и упорно навязывали стране, игнорируя наши предложения. Опомнитесь, на нефтегазовых лет долго не усидишь. Не послушались тогда, не одумались и сейчас. За два года с момента введения санкций и обрушения нефтяных цен не сделано толком ничего, чтобы перевести экономику на индустриальные, инновационные и наукоемкие рельсы. Лечить болезни, порожденные ее же политикой, власть пытается негодными рецептами из позорных, голодных и криминальных 90-х. Приватизацией, сворачиваем социальных программ, нищенскими зарплатами и пенсиями. Но такими рецептами больную российскую экономику не вылечить, они годятся только на то, чтобы ее окончательно угробить. Совсем недавно глава Министерства экономического развития господин Улюкаев предложил выход. Сокращать в текущем и следующем году реальные зарплаты и пенсии. А затем до 2015 года включительно не повышать их, а индексировать только на величину инфляции. По утверждению чиновников, заморозив зарплаты бюджетников, можно сэкономить средства для инвестирования в экономику. Тяжелую ношу кризиса вновь предлагают переложить на спину и без того обнищавшего народа. Слово сказать, в прошлом году крупный и средний бизнес не испытывал кризиса. Они увеличили прибыли почти в полтора раза. Это кризис для простого трудового народа. В свою очередь, министр финансов Силуанов посоветовал гражданам самим копить на старость, поскольку, дескать, нынешний уровень экономики не позволяет платить пенсии более 12-13 тысяч рублей. Попробовал он сам прожить на эти деньги. Остается спросить, если это не издевательство над народом, то что это? Доходы самого Силуанова, согласно его декларации, составили в прошлом году 34 миллиона рублей. У его коллеги Улюкаева и того больше – 60 миллионов. И эти люди предлагают затянуть пояса всем тем, кто едва сводит концы с концами. Как тут не вспомнить поговорку «сытый голодного не разумеет». И вот такие сытые, бездушные и глухие к нужным народу персоны руководят сегодня правительством. Мало того, что во власть возвращаются еще более породистые и циничные либералы. В конце апреля состоялось второе пришествие Алексея Улюкаева серого управления. При президенте Путина и под его руководством создан экономический совет. Одним из своих заместителей в нем президент и назначил господина Кудрина. Напомню, что именно этот человек занимал должность министра финансов целых 11 лет. Именно он руководил ликвидацией социальных год, коммерциализацией образования и здравоохранения. Именно он гнобил реальные производства, оставив на голодном пайке промышленность и сельского хозяйства. Именно он рекой гнал деньги за кордон, обслуживая Техас и Канзас, забыв о своей стране. За тот фанатист, которым этот деятель притворял жизнь разрушительной для России решения, глобалисты производили и прогласили его лучшим в мире министром финансов. Конечно, лучший для них. И вот Кудрин снова в строю. Я уже выступая публично на телевидении сказал, если дрогнем по Донбассу, по Курилам и, не дай бог, Уликаев появится в составе правительства, любые рейтинги развалятся моментально, никто их не удержит. Кудрин получает возможность прямо влиять на экономическую политику государства. Власть в очередной раз доказывает, что не видит иных рецептов выхода из кризиса, кроме разрушительных ультралиберальных реформ. Наряду с Кудрином в состав экономического совета при президенте вошли Шувалов, Дворкович, Силуанов, Уликаев, Набиулина. Следовательно, от новой структуры ничего хорошего ждать не приходится. Ее составляют нынешние бывшие члены правительства, которые довели экономику до такого состояния. А как они руководят, все граждане почувствовали на себе. На днях счетная палата опубликовала доклад об использовании федерального бюджета и антикризисного плана в первом квартале этого года. В нем указано, что этот план правительства не выполнил даже наполовину. Из 26 пунктов исполнилось 11. Разумеется, никто никакой ответственности и за это не понес. Кроме прочего, нынешнее правительство погрязло в склоках и противоречиях. Слушайтесь, его действия поражают несогласованностью. В конце апреля Ольга Головец заявила, что сегодня невозможно дальше развиваться. Что бы мы ни произвели, у нас нет потребителя. У нас идет сокращение потребления. Это самая большая проблема. Кроме того, вице-премьер отмечает, что структура потребления в стране радикально изменилась. Только с начала текущего года спрос на товары легкой промышленности упал на 20%. Доля граждан, которым хватает только на еду, слушайтесь, на еду и оплату услуги КХ достигла 75%. Это в богатейшей стране мира. Головец признает, одна из причин снижения спроса – низкая оценка труда россиян, то есть нищенская зарплата. Мы в очередной раз убеждаемся, что представители одного и того же правительства демонстрируют взаимоисключающие оценки происходящего. Откровение Головец не помогут изменить положение граждан к лучшему ни на йоту. Они лишь позволяют слегка выпустить пар общественного недовольства. Ни Шувалов, ни Голодец, ни Дворкович, ни Улюкаев не заявляют об истинных причинах разрушения экономики и обнищения граждан. Когда власть исполняет волю олигархического капитала, олигархического клана, права трудящих заведомо попираются, а институты управления государством неизбежно деградируют. КПРФ разработала программу по выводу России из кризиса «10 шагов к достойной жизни». Это не пустые фразы и не вредные фантазии, которыми так грешат члены правительства. Наша антикризисная программа была поддержана на Орловском международном форуме. Она одобрена Большим Советом Трудовых Коллективов и в ходе проведенных нами майских встреч. Неделю назад эти идеи поддержали участники прошедшего в Уфе форума народов России. Напомню суть нашей программы. Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет России. Для этого нужно установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. По данным официальной статистики, с начала 2000-х годов в России только легально вывезено 789 миллиардов долларов или 39 триллионов рублей. Два нынешних бюджета. Добавьте к этому разнообразные серые и черные схемы вывоза средств, и вы получите страшную картину разорения и разграбления страны, узаконенного грабежа. Пора поставить жесткую преграду дикому оттоку капитала и валюту за рубеж. Центробанк должен служить интересам России, работать на развитие экономики, а не следовать негодным рецептам Международного валютного фонда и Всемирного банка. Крайне важно вывести Центробанк из-под влияния Федеральной резервной системы США и защитить нашу экономику от диктата доллара. Все актуальнее становится и вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации. Ничего, кроме убытков, наше вступление туда не принесло. За три года в составе ВТО потери бюджета приблизились к 800 миллиардов рублей, а косвенные оцениваются в 4 триллиона. Второе. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу. Сегодня львиная доля выручки от продажи сырья идет в карман олигархов. Тратятся ими на покупку супер-яхт и альпийским замкам, на ублажение прихоти своей челяди. Наш подход природно-ресурсную сферу национализировать, доходы направить в казну, одна только эта мера позволит сформировать бездефицитный бюджет, повысить его доходную часть до 25 триллионов. Уверяю, поддерживает вся страна эту меру. Насущной задачей является создание мощного государственного сектора экономики. Вместе с нефтегазовым комплексом он должен включать и другие стратегические отрасли. Энергетику, железнодорожный транспорт, системы связи, безопасности. Национализация не только поможет пополнить федеральный бюджет и расширить социальные программы, она придаст предсказуемый плановый характер экономическому развитию страны. Первичная законодательная база для этого нами создана. По инициативе КПРФ, Госдума приняла закон о стратегическом планировании. Теперь наш депутатский корпус должен добиться того, чтобы закон действительно заработал. Развивать экономику, надеясь лишь на сельевый сектор, невозможно. России, как воздух, нужна новая индустриализация на основе новейших достижений и высоких технологий. Таков третий пункт антикризисной программы нашей партии. Разрушение социализма ввергла Россию в процесс деиндустриализации. Уничтожено более 80 тысяч предприятий в целой отрасли. Пора сказать, хватит. Доля обрабатывающей промышленностью объема ВВП должна быть повышена с нынешних 14 до 70-80%. Как в развитых странах, это крайне важно, чтобы не зависеть от внешних рисков и уверенно двигаться вперед. Что же сделано нами на этом направлении? Прежде всего, принят закон о промышленной политике. Документ создает условия для усиления роли государства в определении приоритетов в этой сфере. Он предусматривает годное кредитование промышленной деятельности и восстановление системы планирования и подготовки кадров. Особое значение уделяет военно-промышленному комплексу, который должен являться локомотивом производства и гарантом безопасности страны. Одновременно наша фракция активно работала и над законом о государственном оборонном заказе. Чтобы развивать экономику, нужна современная наука. Поддержать ее призвано государство. Крайне важно прекратить губительные псевдореформы в этой сфере. Финансирование исследований отечественных ученых следует увеличить на порядок. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационные разработки, предстоит повысить с 10 до 40%. Четвертое. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство. Сегодня страна завозит половину продовольствия, причем зачастую плохого, низкого качества. При этом треть нашей пашни, 42 миллиона гектаров, заросли бурьянов. Это похоже на шизофрению государственного масштаба. Необходимо вернуть в оборот эти земли, восстановить почти утраченное семеноводство и племенное животноводство. Мы готовы все это сделать. Мы готовы в короткие сроки обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого нужно прежде всего энергично развивать коллективное хозяйство и кооперацию. На поддержку агропромышленного комплекса необходимо выделить не менее 10% расходов государства. Десять лет подряд выделяется меньше полутора. На этом мы настаиваем каждый раз при утверждении бюджета. Столь же настойчиво предлагаем ликвидировать сеть перекупщиков-спекулянтов, которые не позволяют производителям попадать на рынки со своей продукцией. Пятое. Помочь возрождению социально-экономического потенциала призваны народные предприятия. В конце марта пленум ЦК целиком был посвящен этой теме. Эффективность данной формы собственности впечатляет. Даже в условиях кризиса народные предприятия увеличивают объемы производства. Они не только не сворачивают социальную инфраструктуру, как это делают российские чиновники, но и строят новые сады, школы, медицинские учреждения, культурные центры. Шестое. Интересы развития России требуют мобилизации кредитных ресурсов. Самая большая ложь, которая звучит – нет денег. Наконец, в прошлое года золотовалютные резервы страны вместе с средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния составили 36 триллионов рублей. Бюджет текущего года – 16, чтобы можно было сопоставить весь бюджет. На депозитах в банках находится еще 22 триллиона. Это значит, что помимо средств госбюджета имеется 58 триллионов, которые позволяют и поддержать производство, социальную сферу, помочь гражданам страны. Но в месте этого правительство твердит – нет денег. Недавно вы слышали – даже для Крыма нет денег. Седьмое. Государство должно регулировать цены на товары первой необходимости – лекарства и топлива. Власти говорят о 13% инфляции в прошлом году, но цены на продовольствие товара подскочили на 25-50%. Резко подорожали многие лекарства. Как выживать в таких условиях людьми с мизерными зарплатами и пенсиями? Наша фракция в Госдуме настойчиво подвигает закон о торговле. Грамотный, интересный. Большую работу на этом управлении проводят Кашин, Орефин, Икичук, многие другие наши депутаты. Мы предлагали и предлагаем установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Однако «Единая Россия» отвергает эту идею, не дает остановить бурный рост потребительских цен и душит полстраны этим ценовым беспределом. Особая сфера, где необходимо регулирование – это производство и реализация спиртосодержащей продукции. Мы требуем ввести на них госмонополию. Эта мера доказала свою эффективность и царской России, и в советское время, она и сегодня позволит пополнить бюджет страны на три с лишним триллиона рублей. Детям войны, чтобы их поддержать, надо всего 120 миллиардов. Примите это решение и завтра, но это и позволит резко снизить смертность от паленой водки. За прошлый год отравили 40 тысяч человек, три раза больше, чем потеряли за 10 лет в афганской войне. Восьмое. Глубоких изменений требует налоговая система. Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики. В свое время НДС в СССР не было. И нет, кстати, его и в Штатах, в которых они обезьянничают все, включая этот фиговый премерис. Этот налог ведет к удорожанию отечественной продукции, лишает ее конкурентоспособности, разгоняет инфляцию. За последнее время в несколько раз вырос налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимостью. Просто грабят людей. Оба они бьют по малому бизнесу, сельскому хозяйству, по гражданам. Эту проблему необходимо решать. И решать быстро. При широкой народной поддержке мы решим эту проблему в течение полугода. Да, придется компенсировать выпадающие доходы. Это можно сделать за счет прогрессивного налога на доходы физических лиц. Он введен и в Китае, и Франции, и Германии, и в США, и Бразилии, да и в многих странах мира. Экономический эффект этого введения превысит 4 триллиона рублей, плюс еще 4 к бюджету. Будет и социальный эффект. Подоходный налог для бедных мы готовы не только снизить, но и отменить. 9. Наш главный принцип забота о стране – это забота о людях. Конституция России декларирует социальный характер государства. В то же время 10% населения захватили 90% национальных богатств. Такого безобразия нет ни в одной африканской и латиноамериканской стране. Миллионы людей живут за чертой бедности. Крайне недостаточно финансируют здравоохранение, образование и наука. Средства на их поддержку надо как минимум удваивать. И мы к этому готовы. Мы говорим не от оптимизации учреждений здравоохранения и образования, которые резко снизили их доступность. Со всей страны идет крик и не хотят прислушаться. Возродить Россию как индустриальную и научную державу можно только с высокообразованным и здоровым населением. Это прекрасно понимала советская власть. Вот почему она бросила все силы на культурную революцию, на ликвидацию неграмотности, на создание современной науки. Это могло нашей стране победить в войне, обеспечить полет в космос, создать ракетно-ядерный паритет. В советское время с полетом Гагарина мы стали первые в тысячелетней истории самой научной, самой высокотехнологичной, самой умной и образованной державой в мире. Учитесь этому, а не ругайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Нынешняя правительство, к сожалению, мысли другими категориями. Даже те жалкие крохи, что выделяются на образование и науку, тратятся на редкость бездарно. В образовании царит ливановская баба ЕГЭ. Об этой ЕГЭ, как об операции. Вчера обыскивали, карманы вывертывали. Просто безумие какое-то. В школу вводятся. В науке осуществлен погром ран. Наша задача – возродить высокое качество среднего и высшего образования, восстановить систему профтехобразования, вернуть престиж техническим, педагогическим вузам. Это повысит человеческий капитал страны, позволит успешно противостоять вызовам современного мира. Вот почему в начале года ЖРС Алферов, Нобелевский лауреат, Мельников, Смолин, Савицкий, Плетнева, ряд других наших депутатов внесли в Госдуму новый проект закона образования для всех. Здесь крайне важна поддержка граждан. Этот закон дает право бесплатного образования вплоть до высшего и первое рабочее место каждому гражданину, молодому человеку России, независимо от толщины кошелька родителей. Это самая принципиальная позиция. Уверяю вас, народ поддерживает нас в этом. Депутаты от КПРФ выступили решительно против роста тарифов на услуги ЖКХ и перекладывания расходов ПК по ремонту на плечи граждан. Юридист службы ЦК подготовил на правила Конституционный суд запрос о проверке законности и порядка проведения капитального ремонта. Мы требуем строительство социального жилья и настаивая тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Делом чести мы считаем принятие закона о детях войны. КПРФ предлагает закрепить их статус, дать право на получение дополнительных изумеченных выплатов, на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, на ежегодную диспансеризацию. Единая Россия отклоняет наши предложения, но мы не отступим. Заявляю, мы обязательно проведем этот закон. Обязательно его проведем. Десятое. Необходимо сохранить и активно наращивать духовный и культурный потенциал страны. Бороться за вырождение высоких нравственных ценностей. Нужно поставить заслон антисоветизму, русофобии, разрушающим страну и выжигающим душу народа. Пора отдать по рукам фальсификаторам истории. Хочу поблагодарить наших выдающих деятелей культуры Губенко Николая Николаевича и Бортко Владимир Владимировича за то, что они гордо несут знамя великой русской советской культуры и приумножают наше достояние. Вот они десять конкретных и решительных шагов по выводу России из кризиса. Впереди шестнадцатый съезд партии. Он утвердит предвыборную программу. Наш антикризисный план станет ее стержнем. Мы должны все его глубоко изучить, перевести на интересы каждого региона, каждой отрасли и уверенно идти к людям. Люди нас слышат, понимают. Все зависит от нашей работоспособности. Уже сегодня каждый активист, каждый депутат должен позаботиться о том, чтобы четким и ясным языком довести предложение партии до каждого избирателя. Предстоит решить три конкретные задачи. Во-первых, буквально с каждым днем необходимо наращивать пропаганду программы, вызванной Орловским форумом. Во-вторых, нужно наглядно показать, что свои предложения наша партия уже сейчас настойчиво воплощает законодательные инициативы. Эта работа будет продолжена. Уже есть солидная база. В-третьих, нужно дойти до каждого села, дома, каждого городского квартала. Народ в своем большинстве поддерживает наши программные установки. Однако официальная пропаганда лжеопозиции и партии обманки преуспели в воровстве идей и умении наводить тень на плетень. Нужно освободить людей от плена многочисленных заблуждений. Если решим эту задачу, то народ непременно пойдет за нами. Уважаемые товарищи, три года назад мы провели первый Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и главы исполнительной власти, избранных при поддержке партии. На нем не только обсудили социально-экономическое положение страны, но и поделились опытом работы. Важным итогом съезда стала выработка стратегии действий коммунистов в органах власти и местного самоуправления. Это позволило укрепить авторитет партии, усилить ее влияние. Не случайно избиратели оказали высокое доверие нашим товарищам. Локоть стал мэром Новосибирска. После Москвы и Ленинграда это крупнейший город, город в нашей стране, культурная столица Сибири, научный центр и центр военно-технического развития страны. Потомский возглавил мою родную Орловскую область, Левченко избран, уверенно избран губернатором Иркутской области и предложил четыре крупные проекта, которые недавно обсуждал и у президента. Напомню, что фракция КПР Государственной Думы состоит из 92 депутатов. Наш товарищ Мельников занимает пост первого заместителя председателя палаты Кашин, Харитонов, Камоедов, Гаврилов, Русский, Сапко выгуляют ведущие думские комитеты, работают очень инициативно. Решульский, Коломейцев эти опытнейшие депутаты координируют деятельность нашей фракции. Значительную помощь в работе по всем направлениям оказывают Новиков, Рашкин, Афонин, Абухов, Соловьев, отставив интересы избирателей депутатов Госдумы внесли 699 проектов федеральных законов, из них 132 приняты и вступили в силу, 244 проекта находятся в стане рассмотрения, 42 из них приняты в первом чтении. Работая в парламенте, КПРФ настойчиво поддерживает те меры, которые соответствуют нашим требованиям по укреплению роли России на международной арене. Фракция ненагласно голосовала за федеральные законы направленного возвращения Республики Крым и города Севастополь в родную гавань. По той же причине мы одобрили усилия руководства страны и показания помощи законному правительству Башара Асада в Сирии фракция КПРФ поддержала законы о национальной платежной системе, о направлении 90% прибыли Центробанков в бюджет Российской Федерации, о налогообложении прибыли контролирующих иностранных компаний и доходных иностранных организаций, о запрете для государственных служащих иметь собственность и недвижимое имущество за рубежом счета в иностранных банках и ценные бумаги иностранных имитентов, по нашему мнению эти законы необходимы, особенно в условиях антироссийских санкций и внешнего давления на нашу страну. Год назад с думской трибуны мы заявили России брошен вызов, нам придется жить и работать в крайне жестких условиях. Сегодня это видят все. Мы не раз указывали пути выхода из кризиса, это формирование правительства национальных интересов, правительства народного доверия, создание условий для роста реального производства, сильные и ответственные социальные политики. Для изложения нашей позиции депутаты фракции активно использовали час политических заявлений и другие формы работы. Только с начала прошлого года в Воздуме проведено три десятка правительственных часов с участием представителей Кабинета министров, наши товарищи постоянно ставили перед ними самые актуальные вопросы, требующие решения. Для нас абсолютно неприемлем разрушительный социально-экономический курс правительства. Фактически он продолжает политику недоброй памяти Ельцина и Гайдара. Вот почему по большинству принципиальных вопросов мы последовательно и решительно противостоим партии власти. А совокупная партия власти это не только Единая Россия, это и левой и правой придатки Справедливой России и ЛДПР. Строго следуя выработанным курсам, наша фракция отвергла проекты бюджетов, носимых правительством. КПРФ выступила с обстоятельной критикой главного финансового документа. Мириться с бюджетом нищеты и развала мы не намерены. При этом мы не только высказывали свои претензии, но и показали, как следует выходить из кризиса, как можно преодолеть бюджетный дефицит, как нужно поддерживать реальный сектор экономики. Хочу поблагодарить Швец Любови Кичну, которая, как один из лучших специалистов по бюджету оказывает огромную помощь нашей фракции и другим депутатам в этом прекрасном и важном деле. Существующая межбюджетная политика не ведет к оздоровлению региональных финансов. Мы за реальную поддержку региональных и местных бюджетов. На 1 апреля суммарный долг российских регионов составил, вдумайтесь, 2,4 триллиона рублей. Только за первый квартал он вырос на 350 миллиардов. Такое положение надо срочно исправлять. мы за честную региональную политику. А этот перекос уже ощущается во всех республиках и регионах России. КПРФ выступает против принятия законов в интересах олигархии. Так мы голосовали против предоставления Центробанку право компенсировать частным банкам потери по итогам коммерческого кредита. Не поддержали мы амнистию капиталов. Очутимых результатов она не дает, зато освобождает от ответственности толстосуму. Особое внимание в парламентской работе партия уделяет социальным вопросам. Ибо правительство продолжает крушить основы достойной жизни граждан. КПРФ противостоит этому крестовому походу. Она борется против снижения уровня жизни, за регулирование потребительских цен, за прекращение пресловутой оптимизации здравоохранения и образования и культуры, за отмену оброка на капремонт на заседаниях парламента и его комитетов наши депутаты бьются против повышения пенсионного возраста и других наскоков на права трудящихся. Власть экономит на простых людях, делая их заложниками своей политики. А вот сильные миры сего у нее неприкасаемые даже тогда, когда нанесли государству многомиллиардный урон. Пять раз фракция инициировала проведение парламентского расследования деятельности Сердюкова в должности министра обороны, но власть и ее приспешники своих не сдают. Должен сказать, что деятельность коммунистов в Госдоме проходит не только в зале заседаний. За последнее время мы провели три десятка парламентских слушаний и круглых столов по злободневным вопросам, активно вели поиск путей преодоления экономической кризиса и решения проблем импортозамещения, рассматривали вопрос авиастроения и повышения боеспособности вооруженных сил, искали пути защиты отечественной науки, образования культуры, решения экологических проблем. По экологическим проблемам комитетов Кашина подготовила целая серия интереснейших законов. Они позволят остановить лесные пожары и многие другие безобразия. Фракция ГПРФ инициировала шесть запросов Конституционный суд. В частности, мы были против введения так называемой системы Платон. Она ударила по водителям большегрузных автомобилей и отразилась на ценниках в магазинах. ЦК требует от депутатского корпуса партии настойчиво соединять парламентские и непарламентские формы работы. Вот уже более двух лет наши депутаты оказывают практическую помощь Донецкой и Луганской народным республикам. КПРФ продолжает отправлять туда конвои и гуманитарные грузы. Мы уже отправили 54 конвоя в этот многострадальный регион. Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают депутаты из Московской области, Таврополя, Республик Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Мариэл, Якутия, Тульской, Курской, Липинской, Орловской, Воронежской, Ярославской областей, города Москвы. Я хочу поблагодарить вас всех за эту благородную работу. Мы здесь, в Снегирях, в прошлом году приняли тысячу детей с этого многострадального региона. В этом году уже первый поток победный приняли, и еще будет полторы тысячи. Давайте поблагодарим всех, кто этим занимается, поблагодарим коллектив снегирей, который делает блестящую работу на этом направлении. Мы максимальную помощь оказываем нашим братьям на Украине. Секретарь ЦК Калашников активно координирует международную деятельность, большое внимание уделяет работе на постсоветском пространстве, и на этом направлении многое делают Тайсаев, Камодский, Никитин и ряд других наших депутатов. Главный смысл возрождения Союза Советских Народов, объединенных на добровольной основе. Это принципиальнейшая задача. Без сложения усилий нам трудно будет бороться и конкурировать в этом мире. В стране организованной действует более 600 общественных приемных депутатов партии. Каждый год на имя депутатов фракции мы получаем около 20 тысяч обращений. Я лично получаю до полутора тысяч каждый месяц. На сегодняшний день фракции КПРФ действуют в законодатель собраниях 79 субъектов России. Насчитывают 417 депутатов. Самые крупные группы депутатов созданы в Новосибирской 16 человек, Орловской 14, по 11 входят за фракцией Московской области Юдмуртии, по 10 Башкирии и Омской области. По итогу единого дня голосования в прошлом году число депутатов коммунистов в органы местного управления увеличилось на 707 человек и составило 9695 депутатов. Наибольший процент депутатов коммунистов работают в Республике Северная Осетия 141 в Москве 212 в Омской 434 в Сахалинской 35 и ряде других. Так в Государственной Думе депутаты коммунисты на местах выступают в защиту политических и социальных прав граждан, реагируют на проявление несправедливости и дискриминации, защищают правду о советской истории. Представители партии в законодатель собрания Краснодарского края многое сделали для принятия закона о промышленной политике, защитили интересы плем завода Кубань, добились приобретения 54 машин скорой помощи для сельских районов. Наша фракция в Татарстане удалось отменить повышение тарифов на электроэнергию для сельских населенных пунктов и дачных поселений. Фракция партии в Орловском областном совете при поддержке губернатора Потомского разработала и приняла региональную программу развития молочного и мясного жертвоводства. Коммунисты Ярославской области добились сохранения бесплатного двухразового питания школьников из многодетных семей. Фракция партии в Омской области не допустила отмены коммунальных год сельским работникам здравоохранения и добилась отмены ограничений на количестве поездок в общественном транспорте для отрудженников тыла. Депутат коммунист Даутов из города Качканар Свердловской области организовал в прошлом году забастовку на горно-обогатительном комбинате в связи с нарушением условий труда и техники безопасности. Забастовка завершилась победой рабочих. Депутат Думы города Ирбит той же области Александр Каменчук организовал движение дороги Ирбита, которая добилась гарантийного ремонта. Проведена гарантификация восьми улиц города. Ежегодно проводится конкурс среди местных жителей на лучшую придомовую территорию. Усилиями фракции Волгоградской области принят закон о парламентском контроле. Аналогичный закон действует в Мурманской области. Благодаря депутатам коммунистов Курской области принят закон о наказах избирателей. Теперь расходы на выполнение таких наказов включаются в областной бюджет. Кроме того, здесь принят закон об инновационной деятельности, разработан законопроект о социальном предпринимательстве. Коммунисты Санкт-Петербурга добились установления региональных стандартов в жилищной сфере. В результате доля расходов граждан на оплату услуги ГК снизилась до 14%, тогда как по федерации установлен норма в 22%. Ведется борьба за сохранение рабочих мест в открытом акционерном обществе ижорские заводы, легендарном предприятии. Установлена социальная поддержка детей войны. Теперь ежемесячно выплачивается до полутора тысяч рублей. Всего же законы о детях войны приняты в 23 регионах страны. Это наша с вами работа. Они устанавливают статус этой категории граждан, предоставляют им социальные льготы. Большую работу проводят коммунисты республики Крым. Здесь в органах местного соуправления интересы избирателей отстаивают 92 члена партии. В Герчи решен вопрос возврата в город медико-социальной экспертной комиссии для инвалидов. Депутаты Симферопольского городского совета Хлеренко и Кискин организовали бесплатную юридическую консультацию, которую посетили более 500 горожан. Такая же работа ведется в Феодосии с участием депутатов коммунистов Особуленко и Ракетянского. При участии ЦК партии в этом городе спасен и возвращен собственность государства. Очень важный завод моря, выплачена заработная плата работникам, которые задерживали многие месяцы. В Москве большую работу по проведению отчетов перед избирателями, очень грамотно подготовки к выборам ведет Клычков и Родин и целый ряд других представителей столичного горкома. Инициативы и заслуги наших товарищей мы должны знать и пропагандировать лучший опыт. Однако у нас нет никаких оснований почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом. Наших голосов пока не хватает чтобы коренным образом изменить ситуацию в стране. Чтобы изменить социально-экономический губительный курс, который гробит страну и ведет к обнищанию граждан, ухудшает ее безопасность, сформают неспособное правительство. У нас был с вами опыт правительства Примакова, Маслякова и Герасхенко после дефолта. Этот опыт сегодня просится во все двери ок. Нам надо максимально наращивать участие наших депутатов во всей жизни страны. Предстоящие выборы дают такую возможность. Дорогие друзья, тревожная ситуация требует мобилизации всех ресурсов ради возрождения страны. Но когда цели развития размыты и ложны, легко стать жертвой провокаторов. В топку и трясину самобичевания пытаются погрузить наш народ те, кто сеют ненависть к истории России. Они сковывают творческие силы народа, мешают давать ответы на глобальные вызовы, создают для страны смертельные угрозы. В этой связи я обратился к гражданам страны с открытым письмом «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Это письмо направлено всем руководителям страны, обречения к гражданам. Я очень хотел, чтобы вы ознакомили с ним всех избирателей. Оно выстроено теми реальными, которые есть в стране, нашими программами и нашим желанием мирно и демократично поправить положение в стране. Возвращение Крыма и Севастополя на родину сформировало прочную основу для глубокого общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос в российском обществе. Шествие бессмертного полка в день Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и после этих событий власть не повернулась лицом к проблемам и чаяниям собственного народа. Обстановка в стране продолжает осложняться. Наконите еще больше может разгул черного пиара и административного произвола и подтасовки в ходе предстоящих выборов. Не прислушались некоторые администраторы и к обращению президента в послании, что мы обязаны провести честные выборы, чтобы народ им доверял. А праймерис Единой России еще раз показал готовность партии власти к произволу информационному давлению. К игре в выборы, а не конструктивному диалогу к честному соперничту призывали и мы призываем сегодня. Тем временем факты указывают. Либеральный лагерь развернул внутренний фронт против России, против нашей истории. Его не устраивает то, что граждане хотят гордиться своей Родиной. Нашему народу действительно надоели бесконечные нападки на судьбу нашей страны, на прошлые державы. Со времен Горбачевской перестройки белые пятна истории активно замазываются черной краской. Однако советскому наследию эта грязь так и не пристала. Новым поколениям удается разглядеть величие свершений советской страны. Вот почему популярность Ленина Сталина в советской эпохе растет у народа, в том числе у молодежи день это дня. Октябрьская революция росла в стране решительно расколотой по социальному классному признаку. К концу девятнадцатого века здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале семнадцатого года ветхая конструкция не выдержала и оказалась разрушена. И виновники здесь не Ленин и Сталин и их соратники. Причина в том, что и романовская монархия, и сменившие ее буржуазное временное правительство, завели Россию в тупик, спалили ее в Первой мировой войне. Остановить распад страны смола только партия большевиков во главе с Лениным. И благодарные потомки обязаны поклониться нашим великим вождям за то, что руины разорваны в клочья монархии, не похоронили под собой Россию. Мы верны великой советской эпохе и все сделаем, чтобы она возродилась. Нужно знать и уверенно отстаивать правду. Советская власть добилась того, что жестокие раны гражданской войны не стали смертельными для нашего Отечества. Молодая республика смогла быстро их излечить, создав общество безвраждебных классов, последовательно объединяя народ и возрождаем мощную державу. Сплоченность советского народа стала главным залогом победы в мае 45-го. Прозападные силы в России не теряют надежды раскрутить маховик антисоветизма с новой силой. Эти люди имеют огромное влияние на идеологию, возуправление, на процесс принятия решений. Антисоветские подделки за дня в день крутятся на ведущих российских телеканалов. Антисоветизмом пропитана вся подготовка к юбилею Солженицына. Слен Совета Федерации предлагает принять закон, карающий за признание заслуг Сталина. Готовы, видимо, посадить полстраны за решетку. Миллионы долларов потрачены на строительство Ельцин-центра открытого в Екатеринбурге. Это событие стало ядовитым плевком в лицо всему народу. Ельцин-центр годится лишь как памятник лихих девяностых, когда рушилась экономика, нищало население, процветали криминалы коррупция, один за другим следовали провалы во внешней политике. Это символ национального предательства, антисоветизма и русофобии. Сегодня он становится главным очагом разрушительных для России сил, для создателей и покровителей этого центра. Вся история нашей страны это путь варваров и только Ельцинское правление, для них светлое время надежь на наших глазах, созданное расстается зловещей русофобских гненник и рассадник. Мы должны все восстать против этого безумия цинизма. Мы не допустим ломать Россию по уральскому АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно говорить прямо десталинизаторам не нужна историческая правда. Их цель перечеркнуть героизм эпохи социалистического созидания. Наш первый из съезд депутатов поручил представителям партии неустанно бороться с соцификациями советской истории. Следуя этому наказу депутаты Госдумы от КПРФ поддержали закон об установлении уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий Второй мировой войны и закон об укреплении памяти погибших при защите Отечества. Коммунисты были в числе депутатов сделавших решительное заявление о недопустимости свернения и разрушения мест памяти и захоронения советских войн в Польше. По инициативе фракции КПРФ в 55 субъектах России приняты законы о знамени победы. В остальных регионах работа по данному вопросу продолжается. Важная инициатива была внесена в Воздуму законодательным собранием Амурской области. Благодаря первому секретарю обкома Роману Кобызову речь шла о том, чтобы согласовать два документа федеральный закон о знамени победы и федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. Но Единая Россия и здесь продемонстрировала свое двуличие, не желая полностью признать копию знамени победы важнейшим символом государства. Работа КПРФ в защиту исторической правды разнообразна. Так, стараниями наших депутатов в школах на Ставрополье увеличено число часов для изучения истории Великой Отечественной войны. Отремонтирован Геориевский госпиталь для ветеранов. По инициативе товарищей в Народном собрании Дагестана принес закон, согласно которому все памятники Ленина включены в перечень объектов культурного наследия. В Астраханской области реставрированы и вновь установлены семь памятников Ленину. Здесь же создан молодежный парк и реконструирован парк победы в селе Ленина, главой которого является член партии Ажимов. При активной поддержке депутатов коммунистов памятник победы открыт в Липецке. Депутаты фракции КПРУ Салданского района Якутии стали инициаторами реставрации мемориального комплекса в честь участников Великой Отечественной депутаты коммунистов Смоленской области постоянно помогают работе поисковых отрядов. Следующий год, год столетия Великого Октября. Это значит, что нам с вами предстоит вести священный бой в защиту нашей истории, в защиту первооткрывателей нового мира, свершений в выдающейся советской эпохи. Потому, как мы встретим столетие социалистической революции, отстаем доброе имя ее творцов, миллионы людей будут судить ОГБРФ, о каждом из нас. Нам всем важно продемонстрировать здесь принципиальность и боевой дух, нашу верность коммунистическим идеалам, величайшему событию в истории человечества. Я уверен, что с этой задачей мы с вами справимся. Уважаемые участники съезда, КПРФ настоящий борец справедливый. Наша партия главный защитник человека труда. Она решительный оппонент Единой России, ее различных муляжей и придаток. Мы с вами это хорошо знаем, но знать и должны самые широкие народные массы, над этим мы обязаны работать творческо, более настойчиво и очень энергично. Около четырех месяцев осталось до избрания нового состава Государственной Думы. Мы делаем все, чтобы у граждан России была возможность участвовать в честных и справедливых выборах. Наша фракция внесла восемь законопроектов, направленных на демократизацию избирательного процесса и борьбу с фальсификациями итогов голосования. Единая Россия и тут нас не поддержала. Более того, день голосования незаконно перенесел с декабря на сентябрь. Считая это решение действительно абсолютно незаконным, мы протестовали его в Конституционном суде, но для правящей кругу и судебной системы желание создать для себя выгодные условия оказались важнее честности и чистоты принимаемых решений. Все мы должны хорошо помнить эти выборы не будут обычными. На них решится судьбоносный для России вопрос, если большинство думцев по-прежнему будет послушно исполнять волю либеральных министров и их заокеанских советников, то Россия продолжит скольжение в пропасть, неизбежно продолжит. А вот еще одной волны американизированных реформ страна может просто захлебнуться. Наша задача отстоять справедливость, защитить народ и сберечь Россию. Для этого нужно переломить ситуацию, как это сделали большевики в 17-м, как сражалась и побеждала Красная армия под Москвой и Сталинградом, Курским и Орлом, как и тогда речь идет о выживании и спасении державы. Каждый депутат КПРФ каждый наш представитель в органах власти и местного управления должен понимать, он находится в первых рядах политической Красной Армии. Для граждан страны именно вы формируете лицо КПСС по вам и вашим делам, судя на всей партии, о наших кандидатах и программах. Поэтому надо трудиться с предельным напряжением сил. Никакого летнего расслабления работать по два часов в сутки, по семь дней в неделю дойти до каждого избирателя, объяснить ему суть наших предложений, сделать его сторонником, а еще лучше новым активистом и новым борцом за справедливость и дело трудящейся. Каждый из вас должен включиться и решить следующие задачи. Во-первых, обеспечить слаженную и бесперебойную работу избирательных штабов. Во-вторых, приложить все усилия для проведения действенной эфициальной кампании, максимально разнообразить формы агитации, использовать акции «Красные» в городе и поселке, пикеты и автопробеги, активно задействовать возможности партийной печати и социальных сетей. У нас с вами две сотни газет и более сотни сайтов. Мы можем любую информацию доставить любой поселок в течение двух часов. В-третьих, поддержать народные выступления, идти во голове защиты интересов трудящихся. В-четвертых, умело соединять нашу программу с проблематикой своего региона, постоянно работать в трудовых коллективах и по месту жительства. Друзья, мы живем в крайне ответственное время. Хочу обратиться к каждому из вас с бессмертными строками Некрасова. пора вставать. Ты знаешь сам, какое время наступило, ком чувство долго не остыло, кто сердцем неподкупно прям, ком дарование сила меткость, кому теперь не должно спать. пора, товарищи, вставать. Мы говорим твердо, КПРФ народно-патриотические силы готовы взять на себя ответственность за вырождение России, нашей любимой и единственной Родины, готовы для формирования правительства, коллекционного правительства народного доверия. Для этого у нас есть программа перемен, сплоченная команда профессионалов и уверенность в правоте своего дела. Да, товарищи, хоть событий ясно доказал, без социализма у нашей страны нет будущего. Нам очень нужна победа. И главное, эта победа нужна народу России, нашим детям и внукам, всем, кто хотел бы жить в мирной, умной, процветающей и счастливой стране. Но такую победу обеспечит только каждодневный самоотверженный труд пролетарской воля и патриотический дух упорства в достижении поставленной цели. Поэтому за работу мы правы, мы сможем все силы на победу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ